С вами Светлана Соколова. Сегодня я покажу вам небольшой обзорчик на торговую марку Борн Притти. Это китайская торговая марка, которую можно найти на любых китайских просторах. На Алиэкспрессе в том числе, на официальном сайте также можно найти, где посчитаете нужным, там и разыскиваете. Это не самая бюджетная из китайских торговая марка, но она мне нравится и об этом вы знаете, потому что я постоянно про нее рассказываю, постоянно показываю и сегодня я хочу вам показать чуть-чуть, немножечко и рассказать, что мне пришло. Начну я вот с вот такой баночки, которая меня очень сильно удивила, очень сильно расстроила и очень сильно долго я ее ждала. Еще хотела немножечко сказать о том, что такой формы баночки у меня еще ни разу даже не было. Вот посмотрите, насколько здесь потайное дно, какая глубина. Это практически под самую крышечку, если вот так вот сдвинуть весь материал, то его тут не так уж и много. За счет вот этой вот выпуклости кажется, что ее прям много-много этого материала. Ну как? Как это? Это светоотражающий, серебряный, он был один. Так, сейчас я нанесу базу. Теперь надо ждать, чтобы распределилось. Можно просто присыпать, прямо на мокрый слой базы присыпать этот порошок. Но я хочу втереть. Сейчас посмотрим, в липкий слой как втирается. Отправлю в лампу. А для втирашек я буду кисточку такую использовать. Это кисточка для теней. Какая-то, какая-то кисточка для теней. Но она как будто натуральная коза. Может не коза. Ну похоже на козу. Но очень хорошо работает эта кисть. Если у вас есть косметические наборы с кистями, и вам такая кисть не нужна. Вот именно беленькая такая. У нее разные длинные ворсы. Она полненькая. Если у вас такая кисточка есть, то обязательно попробуйте ее для втирочек. Она классная. Красиво как переливается. То, что вижу глазами, то и вы видите на экране. Точно-точно так же переливается. Сейчас не полная темнота, но вот так вот при вспышке. Это вспышка. Красота какая. Подожди еще. Так, еще сейчас я гель-лак вам покажу. Тоже при такой. Вот он. Гель-лак, конечно, горит намного ярче. Какой он сам по себе такой красивый. Он голографический. И на самом деле он сиренево-фиолетовый. Такой какой-то лиловый. Даже не знаю, как назвать. Он очень красивый. Прям-таки нелегально красивый. Ну-ка. Тоненько, если я нанесу. Е-мое. Кость, смотри. Ну, красиво. Смотри в камеру, как сверкает. Сверзное небо. А на самом деле просто блестки. Вот такие еле заметные. Даже в один слой тонкий. О, как красиво. Это будет видно только при определенном освещении. Где будут лампочки всякие, точечные светильные. На дискотеке. На дискотеке. О, какая красота. Какая. Сейчас я подсушу. И еще раз накрашу. Вижу где-то проплешинки. Сейчас я еще раз. Но на самом деле не видно никаких проплешинок. На самом деле просто блестящий ноготок. Причем не кажется, что много блесток. Я буду экспериментировать, ходить в различные заведения и блистать этим маникюром. Надо, чтобы понять, что вы под кутикулу наносите, надо включить. Видите, видно только при вспышке под кутикулу. Ну, не под кутикулу, а близко к кутикуле. Вот так вот. Цвет сам по себе красивенный. Какая красота. Какая ляпота. Какая красота. Надо сюда добавить чуть-чуть. Сейчас у меня весь свет выключен, только вспышка телефона. Ну, и не кромешная темнота, я хочу сказать. Ну, ай, я хочу все ногти такие. Боже мой, боже мой. Меня найдут по светящимся ногтям. Светыльчики такие. Сейчас топом перекроем. Может, еще один кто добавит? Не надо двигаться. Мало количества его, я так кажется, еще красиво. Ну, просто сам по себе красивый цвет такой вот. Перекрываю топом. Ничего не меняется. Хуже под топом он не становится. Какая красота. Какая красота. О, я буду сверкать ногтями весь кадр. Красотища-то какая. Ляпота. Тем временем, это тоже цветоотражающая пыль. Пыль цветоотражающая. Вот, сейчас я нанесу на липкий слой. А если на серебряный цвет гель-лака нанести, то будет еще. Вот на ноготочке он, вот баночки он не так светится, как на ноготочках. Видите как? Прям кажется плотно-плотно. Так. Так, теперь я перекрою топом. Ну, что касаемо, если как блесточки носить и основу, то как блесточки, они как бы плешивые. О, а что он перестал блестеть? Ну, только что блестел. Вот он. Все. Все. Почему он перестал блестеть? В какой момент он перестал гореть на солнышке? Я топом его перекрыл, он перестал блестеть. Напишите, в какой момент он перестал блестеть, потому что я голову наклонила. Он просто переливается. Сначала видели, как он блестел? О, а сейчас почему он не отражается. Непонятно. Главное не перепутать, надо как-то подписать его, что это не просто блестки, а светоотражалки. Не, ну я так не играю. Почему он не? Вот я топом перекрыла, но он больше не горит. Видите, этот горит, а этот почему-то нет. Причем я перекрыла одним и тем же топом. У меня черный типс. Я его перекрываю топом. Вот этим топом перекрываю без остаточной липкости. А теперь у меня будет все, все видео этот ноготь блестеть. Тонко нанесу топ, ну как можно тоньше. Он жиденький и как раз мне подойдет. Отправлю в лампу. И еще один ноготочек перекрою топом без остаточной липкости. Тоненько. Взяла черный типс, чтобы было все видно. И прекрасно. Там какие-то попались волоски. Ладно, пусть это будет дизайн. А в руках у меня вот такой карандашик. Мне было очень интересно посмотреть, как это работает. Это очень удобно, кстати говоря. Компактно. Можно в баночку вот так поставить. Какой-нибудь подстаканчик подставить. Будет очень-очень удобно в таком формате. Здесь у нас два наконечника со спонжиками. Здесь внутри втирка. Вон она. Здесь такая серебряная. В голографии. Вон она внутри спрессованная. И спонжик. Вот он. Красивый какой. И сейчас я вот так вот сделаю. Смотрите, какая красота. И, кстати, очень удобно этим спонжиком. Потом не знаешь, куда этот спонжик деть, которым начищали, натирали. Потом куда-нибудь денете. Он не он. А здесь все всегда на месте. Как красиво. Давайте топом перекрою. Посмотрю, не исчезнет ли эта красота. Как закреплять такие вот втирочки, у меня есть ролик. Так что можете на моем канале найти. Вау, как красиво. Думала, меньше будет лететь. Но все равно вымазывается. Как-то видите, там какая-то пружинка. Она отпружинивает. Вот этот спонжик как-то отпружинивает. Мне кажется, удобно все-таки. Вот непонятно только, сколько здесь продукта. Кажется, ну кажется, много вот здесь вот она. Но мы же знаем, как китайчики умеют все это делать. А здесь не открывается? Ну-ка, сейчас попробуем. Может она здесь открывается? Нет, не открывается. Так, ладно. Если топ пересушили, вот как я, можно так протереть обезжиривателем. Так, серебряный я уже втирала. Сейчас золото. О-о-о-о, как красиво. А можно и золото, и серебро на одном. Вот примерно. Примерно вот так. Красиво. Зачетная вещь. Мне понравился этот карандашик. Теперь можно перекрываем топом. И что у меня есть еще? У меня есть вот такой полигель. Также от торговой марки Борн Плитти. Здесь 30 миллилитров. Ничего нет, никакой информации нет. Только вот такая этикетка. У меня такой розовый с блестками. Мне в последнее время очень нравятся такие цвета. Как вы заметили, наверное, кто за мной наблюдает. Этот цвет почти точно такой же. Все закрыто, запаковано. Но я уже подсмотрела. Оп, стреляет. Такой вот розовый, женчужный. Какой красивый. Смотрите, какая красота. Только мастер маникюра может любоваться какой-нибудь какашкой. Смотрите, почти точно такой же. Только у меня более холодный, а здесь более теплый оттенок. Я обязательно сделаю себе такие ноготочки. Очень красиво. Смотрите, как красиво. Такое серебряное переливание. Камухляжик такой. У меня почти такой же цвет на ноготочках. Только чуть-чуть, мне кажется, больше переливается. На моих ногтях или нет. Тоже так же переливается. Почти одинаковый цвет. Тут такой более, более такой розовый. Тут розовый. 33 оттенка розового. Но это чуть-чуть по-другому выглядит. Вот такая у меня была небольшая посылочка. От Бурн 3. Оставлю вам в описании ссылочку. Если будет какой-то купон, тоже вам оставлю. Но смотрите сами, где вам удобнее покупать. Либо на Алиэкспресс, либо в официальном магазине. С вами была Светлана Соковова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok